Всем привет, с вами Костреан, и я продолжаю проходить Народная Солянка с Объединённым Паком 2. Это уже 13-я часть, и продолжаю её в Тёмной Долине. Не-не, не убивай меня! Твоего напарника сейчас будет везти на заброшенную фабрику! Это всё, что я знаю! Млям буду! Ладно, мразь, живи. Но на глаза мне больше не попадайся. Понял. Эй, дружище, иди сюда! Помоги отбить напарника у бандитов! Давай за мной, я знаю место для засады. Поможешь, буду благодарен. Долги в долге, возвращаю. Ну, я об этом как бы особо не беспокоился. Так, обрывки памяти собираем, так называемые, по-моему, по-моему. Ну, короче, поняли, да. Так, и давайте вылечим этого молодого человека, вот. Свой зуб себе оставь, держи аптечку. Вылечить вы можете как сейчас, так и после того, как мы с пули освободим Макса Любера. Тут как бы значение, по-моему, не имеет особо. Теперь, откуда у меня вот данный ствол, который я сейчас держу в руке. С этим стволом ходят сиры, и я его выкупил. Вот он. Так выглядит у него есть... Сразу был ПСО-1 и подствольник. Оглушитель я вроде сам докупал. Я уже, честно говоря, не помню уже давно. Довольно-таки давно я его выкупил, а походить решил именно сейчас. А давно я его с собой не брал, потому что хотел побольше походить с АК-стрелка. Потому что АК-стрелка тоже очень хороший ствол, и... Хотелось тоже с ним побольше походить. И потом я АК-стрелка тоже буду с собой брать. На вылазки всякие. Так, давайте посмотрим. Эти товарищи к нам идут. Отлично. Не застряли где-нибудь. И, кстати говоря, я тут немножко артефакты обновил. Забрал чертополох. Сварил ухо. И вот, кстати говоря, электрических декообразов себе приобрел. А все благодаря квесту. Квесту очень, одному интересному. Тихая охота. Видите, с норкой кабана я все-таки сфоткал. И вот так вот получил эти замечательные артефакты. Плюс ко всему этому, когда вы говорите насчет этого квеста с Захаром, то вы можете перезагружаться и обратно-таки с ним еще раз говорить. А все это благодаря... Ну, зачем еще раз нужно с ним говорить и перезагружаться постоянно? А потому что он каждый раз дает разные артефакты. Я, блин, уже с жизнью попрощался. Это вот сталкера, благодари. Он мне помог. Спасибо, друг. Подходи, пообщаемся. Если удастся еще, конечно, сфотографировать по квесту тихая охота, я вам покажу. Сейчас я сказал на словах, а потом я вам покажу на деле. Бандиты, собаки, вели меня на старую фабрику. Не знаю, что там со мной собирались делать, но одного парня, которого отвели туда до меня, так больше я и не видел. У них еще один есть наш. Серега. Его держат в подвале. Там здание такое большое, недостроенное. Помоги ему, ладно? А то они его тоже. Ну, не знаешь, что у них там на фабрике. Я мало что слышал, знаю только, что у Борова, пахана ихнего, есть часть ключа от входа в подземелье, который там находится. Лаборатория там раньше была какая-то, что ли. Они еще между собой трепали, что Боров очень хотел туда пробраться. Только без второй части ключа. Хрен что выходит. Это ты, ежели соваться туда вздумал, не советуй бандиков полно. Ну, попробуй помочь вашему парню. Чего загружены такой из плена? Вызвали, а радоваться должен. Что из такой передряги выбрался? Да я ПДА свой потерял, а без него чувствую себя крайне неуютно. Можешь мне помочь его найти, а? Где что его посеял? На агропроме в подземелье захватили. А свой ПДА я специально там спрятал. Думал, каюк мне. В ПДА есть информация, которая не должна попасть в руки бандитов. Я его на лестнице возле небольшого коридорчика с аномалиями оставил. Вот схема, вернее, а? А в благодарность... В благодарность... Рецептикам преобразования артефактом поделюсь. Как из огненного шара душу получить? О, интересный рецепт, попробуем. А теперь давайте поговорим с пулей. Спасибо, брат. Отбили моего напарника, вот возьми от чистого сердца. Ну, кого я еще могу выручить? Ты же знаешь, бесы командира отряда нейтралов на свалке. У его отряда совсем не осталось патронов, а мне тут в бандитском схроне попался ящик с патронами. Не возьмешься отнести его бесу, только учти, ящик тяжелый, да и бес может шляться по зоне. Да и я не слабый, выручу сталкеров. Как видите, я уже к этому делу подготовился, ящик весит 35 килограмм, а вот благодаря тому, что военный экзоскелет, в отличие от бандитского, может переносить на 5 килограммов больше, видите, вот... Мне еще... Сколько? 40 килограмм еще можно собой сверху носить. Ну что, пуля, не хочешь еще один ящик сверху мне накинуть? Нет? Ну ладно, я тогда пошел. Занесем тогда бесу его ящичек. Кстати, что тут у нас за товарищи такие? Опа. Обрез такой интересный. Но они мне абсолютно не нужны. Самое главное, чтобы они на дороге не валялись. Так, можно немножко дроби забрать. Ну, хотя я дроби и так и с собой довольно-таки много взял, поэтому... Мне, по-моему, больше и не надо, для счастья. Так, самое главное, еще тут в аномалию не вляпаться. А из-за того, что мы спасли монголы, мы теперь друзья для бандитов. Вот так вот, поэтому... Можно теперь попасть на ихнюю базу и быть там как у себя дома. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Опа. Вот там я смотрю, компашка такая неплохая собралась. И кто же здесь у нас? Бес, крот, серый. Опа. А кто стреляет? Не понял. Ладно. Так, насчет крота, мне нужно отдать ему ПДА, который я выменял на водку у шерстюка прапорщика. Так, нашел я твой ПДА, не поврежден. Ну, если шерстюк и морехи не колол, то целенький, пришлось побегать для него за водкой. Да еще денег попросил. Ты в следующий раз предупреждаю о возможных проблемах. А то используя, друзья, вслепую и подло. Да, целехеньки, даже аккумуляторы не разрядились. Давай свой. Я тебе обещанные рецептики перекачаю. Ты уж извини, что так получилось. И дал нам пистолет-пулемет Шпагина. Давайте посмотрим, как он там выглядит. Можно им кровососа какой-нибудь замочить. Интересного. Так, конечно, анекдоты анекдотами, но все-таки не мешайте мне, ребятки, не мешайте. Так. Спасибо, мне тебе ничего не надо. Привет, Биас, пуля тебе патронов передал? Вовремя, бандюки уже одолевают. Ну, держи ящик. Спасибо, и еще запиши рецептик преобразования артефакта. Так, а тебе карта игральная с буквой на рубашке не попадалась? Попадалась, бери, и все равно выбросить хотел. Отлично, то, что нужно. По хорошему беди ты. Ага. Мясо такое. Здорово. Ну, теперь давайте проникнем на базу бандитов. Так. Ну, видите, все друзья. Это нам, собственно говоря, и надо. Давайте вот таким макаром проникнем через туннельчик. И забрать у Боровой информацию. Заберем. Опа. Так вот оно. Почему они тут стреляют? Ой-ой-ой. Бабульку зарезали. Так, еще одного подкосили. Так, а здесь и не проникнешь. Ладно, через тот зайдем. Вход-выход. Только как? Так, стоп. Так, это не туда я иду. Блин, а как же тут забраться? Тут же я по отвесному склону не заберусь-то. А может и заберусь. Алло, забрался. Отлично. Так, давайте посмотрим. Опа, здесь еще один наш. Вадим Макарон. Что вы макароном учите? Алло. Люди. Или не люди? Слушайте, а давайте я его вылечу. Что произойдет? Давайте только сохранимся перед этим. Держи аптечку. Так. Продолжаем в том же духе, друг мой. Вот видите, еще по квесту доктора работаем. Так, а ты что тут прыгаешь, бегаешь? Одноглазый бандит. Ладно, хрен с вами. Так, а тут еще трупы какие-то валяются. О-о-о, вас понял. Почему тут и трупы, и дрюпы. А, во, кстати, давайте ППШ наш заценим. А, вот он, вот он. А может сейчас и не заценим. Потому что гад тут один. Вот так вот. А это что? Нифига себе. В комбинезоне сталкера даже. Блин, да где идти? Блин, еще один. Не понял. Не, ну расскажется, что в меня бандиты стреляют. Ну, вот эти. Все-таки, все-таки немножко не понимаю. Где этот, блин, товарищ проклятый? Так, сейчас как Рэмбо немножко. Ой-ой-ой-ой. Все, нашел, нашел. Так, не добил немножко его. А, это еще кто? Ой, товарищ, а что ты мне не помогала? Вот засранцы. Так. Ствол владельцу вернем. ППШ я, может, тайничок свой положу. Надо, кстати говоря, тут тайничок где-нибудь организовать. С хабаром. Так, пока что ремингтон возьму. Потому что стреляться нам тут, по сути, больше не с кем. А вот... Мутантов тут предостаточно, как можно заметить. Так, теперь давайте отправимся к Буру. Заодно и нашего долговца навестим. Но освобождать его пока что не буду, потому что у меня стоит правка на бессмертных. Чтоб у меня бессмертные НПС были, квестовы именно. Поэтому, если я его выпущу, то натворит он тут дело, всю базу бандитов выкосит и мне ничего не оставят. Поэтому он, ну нафиг. Кстати, давайте ниже спустимся там. У них должен быть склад целый. Вот он. Так. Чё это вы тут, ребятки, в оба смотрите? Не пускайте никого. Дверь заперта. А вот так вот даже. Кстати говоря, перед тем, как сюда отправиться, возьмите с собой еды побольше. Ну я вот, конечно... Заходи, не бойся. Выходи, не плачь. Еды с собой не брал, потому что у меня и так всего предостаточно. Вот видите, тут ещё в кабинках всякого интересного много. Ну вот, нехило побарыжил. Ну вот единственное, что я радиоактивный батон возьму, он нам потом для квеста будет нужен. Так. Есть хабар. Пойдёт базар. Вот вам таблетки, принимайте по две штуки перец. А ты, кассати, кто такой, что здесь торчишь? Не нарывайся, торгуй здесь я потихоньку. Есть выбор, чем торгуешь и за какую валюту. Деньги есть, не катя, тарта нам тоже не нужны. Жиротку в основном беру, портится, быстро, зараза. Ну, чем затариться хочешь. А пока что ничем. Волынами фарцуешь. Да, прикольно. По квесту Витька Ворона имеется диалог с Жилой. Я слышал, вот тут раритетное оружие нашли, это правда или нет? Да, было дело. Раскопали с двумя корешами по отдельный склад вооружения, оставшийся со времён Великой Отечественной. Оружия было много, мы поделили его между собой на три части. Свою часть я спрятал в тайнике. Дружки же свою... Свои доли утащили. Только вот здесь никому его продать нельзя. Все предпочитают брать современные стволы. Но я знаю, кому можно сбыть такое оружие, что хочешь за него. В Тонсхроне был карабин Симонова, я хочу его оставить себе. Небо для него, прицел ПУ достать, только не знаю, кого такой может быть. Но одного прицела будет маловато, принеси ещё лунную пустышку и попробуй найти рецепт преобразования стального колобка. В титановый колобок. MP3-плеер мне тоже не помешает, у кого-нибудь из торговцев он должен быть. Тогда я скажу, где искать мой тайник. У тебя губа не дура, я принёсу всё. Только никому это оружие не продавай. Вот так вот. Ну что, Бору? Нет, кто такой? Давай, до свидания. Повезёт в любви. Девять граммов села, ты постой, не зайдешь. Ты кто такой? Давай, до свидания. Повезёт в любви. Кстати говоря, давно так жило говорил, а теперь Боров-то говорит. Благородие. А, это ты? Ну я. Тут один из ваших сказал, что с тобой можно перетереть. Монгола спа значит зря. Дрянь, человечешка, фуфлу, а не мужик. Ну ладно, я здешних урок в кулаке держу. Вроде пахана для них. Раз выручил одного, значит уважение от всей нашей кодлы получил. И если я сказал, не тронет тебе ни одна собака из нашей банды. Ты чего к нам поделали, так промышляешь? Не знающие люди посоветовали спросить у тебя ключ от подземной лаборатории. А, этот ключ. Зачем туда тебе? Там же монстр, а не ничего ценного не осталось. Хотя, какое мне дело, верно? Есть у меня этот ключ. Но, как тебе известно, просто так даже прыщ не вскочит. Хочешь получить ключ и докажи, что с тобой можно иметь дело. Но каким образом замазать хочешь? Да ладно, не боись. Я же вижу, с кем у меня и дело. Тут недавно вертушка грохнулась, недалеко, к востоку от болота. Почему не знаю, она из центра зоны шла. Дымища на пол неба была. Я отрядя своих придурков проверил, что там и как, но рядом логово Химер оказалось. Так мы, братки, засали ближе подойти. Видели только что пару трупов возле вертушки и барахло какое-то вокруг валяется. Так может, ты попытаешь счастье? Пошарь там. Если будет что интересное, принеси. Тогда и ключе будет разговор. Может, еще пару дел замутим. Да, вояки, вы тебя химия распугались. Пойду проверю. Ты кто такой? Да, да, сверденье. Что же ты снова приволок, казаки? Показывай. Так. Ну что ж, теперь идем к вертушке. Но перед этим зайдем в еще одно место. Очень интересное. Так. Сразу. А, ну у меня уже Ремингтон стоит, поэтому вот так. Через этот вход идти не советую. Потом, наверное, узнаете почему. Если, конечно, любопытство вас не остановит даже перед таким моментом. Ну, на самом деле, я вам расскажу. Потому что там стоит телепорт и относят у нас очень ну, как сказать. Кому-то хорошее, а кому-то плохое место. Так. Так. Кровосось. Так. Можно поошмонать, как говорится, немножко. Эй, чувак, дай аптечку. Держи. Спасибо, друг, выручил ты меня нет слов. Если живы будем. Ничего толком благодарность даже сказать не могу. Хотя, ты что-нибудь. Я не могу. 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 Ты сам уж все прочитать. Ну, что ж. Спасибо. Удачи тебе. И дал нам рецептик. Блин, мессер. Я надеюсь, там мутантов больше нету. Иначе будет жалко, что ты умрешь. Опа. Видите как. Все-таки решил я вам показать вот это вот интересное место. Так, 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 так. Вот так. А потом вот так. И можно еще аптечку сверху заживать. Вот поэтому вначале и не суйтесь ближе к выходу. Потому что вот телепорт вас ждет. Вот такой вот интересный. Как видите, достали мы артефакты довольно-таки интересные. Вот пружина, удар плюс 10 и другие всякие интересные мелочи. Так, ну вроде ничего интересного больше не видно. Так. Теперь давайте обследуем место падения вертолета. Кстати говоря, еще вот здесь у нас должен быть артефакт. Должен быть? Да нету. Напомню, что когда я проходил тайные тропы 2, именно тут артефакт был тоже что-то вроде пружины или батарейки. Не, по-моему, пружина была. Ну так вот. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь творится. Так, собачки. Благодарность моего дробовика позволяет, поэтому будем снайперить. Снайперить с дробовиков. Вот так вот. Опа. А вот и химера. Даже две. И кровосос. Химера и кровосос. Да вы чё? Химера и кровосос. Да вы ладно. Ха-ха-ха. Я такого не ожидал. Давно там просто химера была. Так, если сюда заберусь. Ой, фух. Так, сейчас всех этих наших бандосов повалят. Так, тут у нас ничего нету. О, господи. И кровосос. И две химеры. Да ладно. Давно одна химера была. Интересно. Ладно, как-нибудь выкручиваться всё равно придётся. Первым делом надо валить кровососа. На самом деле. Так, куда они все убежали? Обратно на родину свою вернулись? Или куда-то так заныкаться надо, чтобы они не... Ну, химеры они по-любому достанут, а то с кровососом помучаться придётся. Ну вот, кстати говоря, можно же и гранатку кинуть на самом деле. Так, кровососа вижу. Так, кровососа убили. Отлично. Отлично. А теперь надо как-то с двумя химерами подружиться. Кстати, кровосос какой фиолетовый аж. Непростой. Может вообще картечь зарядить? Ладно. Блин, вот тут радиация. Грёбаная. Да, блин. Как-то вот надо их. Так, первая. А вторая где? Если вторая внезапно появится, будет плохо. Так, минус одна. Чудесный сон приснился мне сегодня. Четыре игрущика, не сли мне кучу артов. Да, сон действительно хорош. Так, он там застрял, походу. Ещё собака эта. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ни хрена ты делаешь. Кульбиты всякие. Получай. Фу. Ну, вроде бы всё. Нифига се. Давно была одна химера. Сейчас их несколько. Так, находим документы. Судя по записям, учёные везли какой-то очень необычный артефакт. Забираем. Меня до сих пор кто-то видит. Не пойму только кто. Так, учёный. И тут где-то должен быть контейнер. А вот он. Отнести найденное Бору. Отлично. Контейнер высшей защищённости. Стальной лабораторный контейнер, предназначен для хранения и транспортирования опасных или крупных веществ и предметов. В зоне используется для транспортирования артефакта с неизвестными свойствами. Вот так вот. Интересно, интересно. Это всё довольно таки. Ну что ж, теперь, наверное, к Бору отправимся. Отдадим ему контейнер и заодно расскажем про него. И, возможно, ещё про этот документ тоже что-нибудь... Слово какое-нибудь мелькнёт. Ну что ж, отправляюсь тогда к Борову. Ну что, Боров, выполнил я твоё задание. Давай поговорим по этому поводу. Был я возле вертолёта, не такие же страшные химеры. Был, значит, я посылал своих шестёрок проследить за тобой, что-то доклады их не получил. Что там было-то в вертолёте? Нашёл я кое-что. Контейнер с каким-то артом, каким именно, не знаю. Я не рискнул открыть. И документы какие-то. Ну, с тобой приятно иметь дело. Давай сюда контейнер и документы. Забирай. Где мой ключ? Где мой ключ? Боров. Так, ключ мы получили, да? Только что-то непонятным образом мы его получили как-то слишком быстро. Ха, Боров держит слово. Вот твой ключ, будет время, подходи. Ещё одно дело есть. Давайте поговорим насчёт ещё одного дела. Так, а вы тут с пацанами наверняка часто карты играете. Не видел ты карту с буквой на рубашке? Мои ребята видели, на заправке нашли. Если нужна, то забирай. Так именно я её и искал. Так, что за дело ты хочешь провернуть? Был тут у нас один уркан, крыса его погоняла. Как и есть крыса. Лазил тут, вынюхивал, высматривал. Короче, есть у меня сведения, что он многие наши внутренние секреты себе на ПДА писал. Когда я хотел его взять за мягкое, он слинял. Теперь дело. Найди эту крысу и забери у него ПДА. Как это твои проблемы вернёшь, тогда поговорим о наградах. А где его искать? Зона-то большая. Ну, последний раз его видели на кордоне. Ну что, договорились? Ладно, попробую найти вашу крысу. Вот так вот. Теперь давайте отправляться ближе к местонахождению лаборатории X18. То есть вот в это место сейчас отправлюсь. Буду сейчас искать документ Акима. Всего 4 части. Одна часть находится снаружи, а все три находятся внутри. И сейчас я вам покажу, где находится одна часть документа Акима. Да, вот я и добрался. До того места, где находится наша лаборатория. И, кстати, врядовайте посмотрим. Опа, а тыничок-то на месте. Можно так сказать. Ладно, теперь давайте искать документ. Как видите, имеется отметка трупа на ПДА моём. И сейчас мы отправимся именно в то место. Потому что там находится наш тыничок-то. Ну, заодно ещё вот эту нычку мы опустошим. Так, лучше вот таким способом вытащить её. И тут у нас патрончики. Конечно, патронов мало, но что есть, то есть. И так, как попасть к тому трупу? Сейчас я вам покажу. Первым делом нужно забраться на крышу. А с этой крыши уже сейчас я вам покажу, как стартануть. Вот, доходим до вот этого вот места. Вот так вот спрыгиваем. Немножко неаккуратно. И вот он лежит. Труп. Корчагин. И у него старый документ номер три. Часть три. Документы со схемами. Забираем это, так сказать, одна часть. Ну, на данный момент первая часть документов. А теперь отправляемся в лабораторию X-18. Но перед этим я сложу все свои артефакты в тайник. И, собственно говоря, этот тарник организую. А всё это из-за чего? Потому что сейчас сами всё узнаете. Ну, мам, ну, ещё пять минут, мам, ну. Система защиты лаборатории активирована и просит вас оставить артефакты первой, второй, третьей ступени развития, а также абсолюты до входа в лабораторию. Активирована защита от негативного воздействия данных артефактов. И, как видите, если мы войдём в лабораторию, то наши артефакты потеряют все свои хорошие свойства и превратятся в булыжники. Поэтому советую всем положить артефакты все свои в какое-нибудь укромное местечко. Я по этому делу сделаю тайник. И, собственно говоря, отправлюсь в лабораторию. Так, система защиты ещё раз навыписала предупреждение. И поэтому лучше к ней прислушаться. Я к ней, конечно же, прислушаюсь и отправлюсь в лабораторию. Продолжение следует... Продолжение следует...